В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. После событий, связанных с героической обороной Иловайска, август месяц для жителей города наполнился множеством памятных дат. Все они так или иначе связаны с ожесточенными боями, которые велись на улицах стратегически важного населенного пункта в 2014 году. Сегодня в городе железнодорожников вспоминали бойца, погибшего в ходе операции по освобождению Иловайска. Ровно семь лет назад, 26 августа, диверсионно-штурмовая группа Союза ветеранов Донбасса «Беркут» в бою потеряла одного из своих товарищей. Здесь, на улице Краснознаменское, которая находится неподалеку от 14-й Иловайской школы, где в 2014 году базировались украинские военные, разведчик Валерий Чумаков вместе с другими бойцами диверсионно-штурмовой группы Союза ветеранов Донбасса «Беркут» попали в засаду ВСУ. Ровно семь лет назад, в этот день, 26 августа, оборвалась жизнь молодого бойца. Который собственной жизнью защитил наш город, не дал врагу занять его полностью. Спасибо ему большое. Слава героям, вечная слава, которых уже с нами нет, Валерия. Еще хочу поблагодарить семью, которая воспитала такого сына. Большое вам спасибо. Мы пронесем и доведем до каждого молодежи, чтобы поколение с поколения передавали его подвиг. Спасибо вам большое. Будем жить. Сегодня на месте смерти Валерия Чумакова установлен памятный знак. Местные жители, администрация поддерживают обелиск в надлежащем состоянии. В годовщину гибели своего товарища бойцы диверсионно-штурмовой группы СВД «Беркут» из многих городов республики снова приехали в Иловайск. Большое спасибо нашему товарищу, одному, который цену своей жизни спас нас. Мы еще жили здесь и можем доехать к вам в гости. Что еще хочется сказать? Хочется, чтобы был уже мир. В конце концов, спасибо вам большое всем за то, что вы ухаживаете за памятниками, за то, что приходите к нам в гости и мы к вам приезжаем. Большое вам всем спасибо. Бои за освобождение Иловайска оставили глубокий след в памяти жителей города железнодорожников. Неудивительно, что некоторые из них выражают свои чувства и эмоции в рифмованных строках. Вечная память нашим героям. И мы всегда будем помнить их и передавать эту память из поколения в поколение. Я хочу зачитать стихи, которые родились у меня буквально сегодня. Погиб солдат, чей-то муж, сын, отец, просто брат. И неважно при жизни кем был, он собою народ засломил. Быловаясь к нас, фашисты пришли, разрушение, кровь, боль принесли. И восстал наш народ. На защиту поднялся. Кто-то дальше пошел. Кто-то здесь навеки остался. Память бойца СВД «Беркут» Валерия Чумакова участники митинга почтили минутой молчания. Согласно официальным данным, на территории Харциска находятся 185 пассажирских подъемников. 159 из них значатся на балансе службы единого заказчика. Еще 16 лифтами заведуют ОСМД. И остальные 10 поставлены на баланс ЖСК. Массовый ввод в эксплуатацию всех этих подъемников пришелся на 80-е годы прошлого века. Поэтому большинство лифтов в Харциске так или иначе нуждаются в ремонте. За три прошлых года в Харциске был произведен капитальный ремонт 50 пассажирских подъемников. В плане капремонтов на нынешний год значатся еще 9 лифтов. Эти работы входят в план по повышению жилищно-эксплуатационных характеристик объектов ЖКХ и финансируются из республиканского бюджета. Несколько объектов после капремонта уже введены в эксплуатацию. Есть адреса, на которых пока ведутся восстановительные работы. О промежуточных результатах этих работ на объектах лифтового хозяйства в Харциске на очередном аппаратном совещании сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства городадминистрации Ирина Дудко. Подряд на организации Олимпийский завершен капитальный ремонт двух лифтов по адресу по Туна 28А, подъезд 1 и 2. Жилого дома 5 по Сталинграду подъезд 4, процент 85 составляет. Жилой дом 72 по улице Нахимова подъезд 1, 2, 3, процент 99. Жилой дом 70А по улице Нахимова подъезд 1, процент 50. Что касается ремонта двух лифтов жилого дома 56 по Чумакам, подряд на организацию, он планируется начать под завершение работ капитального ремонта жилого дома 72 по Нахимова. Ну, там по графику они есть 20 сентября, поэтому они не отстанут. Что касается формы по двум лифтампа по Туна 28А, там ожидается подпись Технодор. Наш выпуск продолжит дайджест новостей Украины. В Полтаве митингуют родители воспитанников Кременчугского военного лицея. Накануне облсоветам было решено, что условия проживания детей в казармах не соответствуют санитарным нормам, в связи с чем власти решили переселить курсантов в общежитие местного педколледжа, в котором, как выяснилось позже, условия оказались еще хуже. Родители курсантов считают, что чиновники собираются продать здание, так как оно расположено в коммерчески привлекательном районе Кременчуга. До учебного года осталось менее недели, а люди до сих пор не знают, какая судьба ожидает военный лицей. Возмущенные родители требуют дать заведению покой. Чтобы найти выход, в лицей выехала комиссия, которая будет повторно оценивать жилищные условия. Центры вакцинации от коронавируса в Украине могут закрыть из-за прогнозируемого всплеска заболеваемости. Украинские медики уточнили, что прививочная кампания проводится во время благополучной эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день ситуация там лишь ухудшается. С каждым днем число заболевших растет. 1587 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено за прошедшие сутки, что в два раза превышает число заболевших днем ранее. Ситуация довольно напряженная. Главную угрозу сейчас представляет дельта-штамм коронавируса, который попал в Украину около двух месяцев назад. В день незалежности Петра Порошенко облили зеленкой. Раствор бриллиантового зеленого на бывшего президента вылили в центре города во время возложения цветов к памятному знаку небесной сотни. Нападающего сразу же задержали. Им оказался 21-летний уроженец Черниговской области. За хулиганство ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В Херсоне упал 70-метровый флагшток, который городские власти собирались торжественно открыть в канун Дня незалежности. Конструкция упала на автомобиль, принадлежащий одному из чиновников, ответственных как раз за его установку. Обошлось без жертв. Мужчина успел выскочить из салона своей иномарки в последний момент. А вот тяжелая металлическая конструкция получила серьезные повреждения при падении. Так что повторно ее остановить уже невозможно. По информации тамошних СМИ, на конструкцию было выделено более 8 миллионов гривен. В украинских социальных сетях незамедлительно отреагировали на инцидент. Многие отметили, что падение флагштока весьма символично. Упал так же, как независимость Украины, отметили жители Незалежной. Почти 300 тысяч граждан России, проживающих в Донецкой Народной Республике, имеют возможность реализовать свое конституционное право и проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут в период с 17 по 19 сентября. Для граждан РФ, проживающих на территории Донецкой Республики, голосование будет доступно как в дистанционном формате через единый портал госуслуг, так и очно. Для желающих отдать свой голос будет организован трансфер к избирательным участкам. Поездки бесплатные сообщили в информационном центре, где со вчерашнего дня стартовал прием заявок на рейсы из ДНР к избирательным участкам в Ростовской области. Более детально о процедуре голосования рассказала руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Для подачи заявки необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и ДНР. После подачи заявки дата выезда и адрес будут уточняться дополнительно, будут прозванивать по номеру телефона. В связи с таким потоком и с увеличением количества обращений граждан теперь поменяется график работы информационных центров. Теперь они будут работать с понедельника по пятницу с 8 до 19 и также по выходным с субботы по воскресенье с 9 до 19. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. РОДИНОЙ ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА Право называться родиной яблочного пирога оспаривается несколькими странами. Это Россия, Англия, Франция. В подтверждении своих притязаний на первенство в этом вопросе англичане предъявляют рецепт яблочного пирога из поваренной книги времен короля Ричарда II, а это 1390 год. К тому же именно под руководством английского шеф-повара Глина Кристиана 27 августа 1982 года был изготовлен самый большой яблочный пирог высотой 12 метров и весом более 13 тонн. Одних яблок на него пошло 2200 ведер. Самый большой российский пирог значительно меньше. Полторы тонны яблок, полтоны муки, более тонны сахара и 400 кг масла, смешанные с 7000 яиц, превратились в пирог весом 2335 кг и диаметром более 10 метров. Жители набережных Челнов в конце августа 2015 года по достоинству оценили это кондитерское изделие. Появление на кухне яблочных пирогов знаменует собой переход лета в осень. К этому нас готовит и погода. Днем 27 августа в нашем регионе облачно, возможны осадки. Температура воздуха около 25 градусов. Южный ветер 4,7 метров в секунду. Ночью переменная облачность. Температура воздуха 16 градусов. Легкий восточный ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин